Ранняя весна это прекрасное время не только для первой весенней обработки от болезней, но и для защитных мероприятий от вредителей. Ведь сейчас, когда днем воздух прогревается до плюс 5, а то и до плюс 11, не только летят споры парши, европейского рака и прочей живности. Просыпаются и первые вредители, и это в первую очередь такой опасный вредитель сада, как цветоед. Нет, сейчас он еще не откладывает яички, не портит цветочные бутоны, он сейчас активно питается. Жуки-долгоносики, которые и есть цветоеды, это целая группа насекомых, сейчас ходят по веткам и прокалывают своим длинным хоботком, особенно цветковые почки, высасывая из них просто концентрат питательных веществ, которые должны были пойти на рост, цветение и плодоношение. Такие проколотые почки выделяют сок и плачут. Иногда под деревьями, на плитке, на ветвях можно увидеть капли сока. Иногда проходишь под таким деревом, как будто прошел под небольшим дождем. На тебя каплет липкий сладкий сок. Это работает цветоед. Просыпается тля. Она отложила яйца еще в прошлом году на побеги веточки, на кору. Она их спрятала. Но иногда яйца тли очень хорошо заметны, особенно если тли было много, в виде черных блестящих овальных пятнышек на кончиков однолетнего прироста. И в каждом яйце сидит тля, которая за один сезон может дать более 17 поколений новых тлей и заполонить весь сад. Если мы успеем сейчас перехватить вот эту первую волну вредителей, то в течение сезона, соответственно, их будет гораздо меньше. Просыпается грушевая медяница. Это еще тот вредитель груши. Ее личинки высасывают все соки на молодых побегах, молодых листьях, выделяя медвяную росу, на которой потом растет сажистый грибок, из-за чего деревья выглядят как будто задымленные, закопченные. И она очень сильно ослабляет растение. А бороться с медяницей, кстати, нужно именно сейчас, потому что потом, летом, она становится недоступна для обычных средств защиты. Надо применять хитрости. Но пока мушки-медяницы бегают по побегам, их можно снять, убрать при помощи защитной обработки. Ну и, конечно, просыпаются различные пяденицы, листогрызы, которые все хотят полакомиться молодыми цветковыми почками. Ну и клещи, куда же без них. Бурые, плодовые, боярышниковые, они прекрасно перезимовали на поверхности коры, на почечных чешуйках, в виде ярких таких красных точечек. И сейчас, как только почки распустятся, они будут готовы на них наброситься. Но мы тоже не лыком шиты. И как только температура воздуха превышает 6-7 градусов и подбирается к 10, самое время идти в сад с защитной обработкой против первого отряда вредителей, которые только вышли из зимовки. Что можно использовать для борьбы с этим контингентом? Это классическая, конечно, химия. Такие, как Фуфанон, Мовента Энерджи, Валиам и другие. Актора, Эфория, Биатлин. Они снимут этих вредителей, уберут их. Главное условие – температура воздуха днем. Должна составлять плюс 10. И еще один очень важный момент. Наблюдайте за своим садом. Иногда вы можете смотреть на термометр и не видеть нужной температуры. Прохладно. А для вредителя в самый раз. Зайдите в сад, остановитесь под деревом и просто понаблюдайте за кроной. Если в саду проснулась медяница, то на груши вы увидите этих маленьких мушек, очень похожих на плодовых дрозофил. Они будут бегать то по верхней, то по нижней стороне веток. Если немножко стряхнуть старые, особенно яблони, то снизу на расстеленной пленке, на газете, на скатерти, спанбонде можно будет увидеть упавших жуков. Это самый верный признак, что в сад нужно отправляться с опрыскивателем и убирать вредителей из него. Но помимо того, что мы должны обработать сад, уменьшить количество вредителей можно и другими способами. Для того, чтобы убрать различных златогузок, листоверток и прочее, уберите оставшиеся с осени их гнезда. Многие вредители стягивают паутинкой в один клубок, а листья, образуя такое укрытие защитное для себя на зимний период, эти гнезда нужно снять, иначе по весне из них выведутся новые вредители, и будут портить сад дальше. Обязательно осматривая сад, обращаем на яйцекладки шелкопрядов. Это большое количество светло-серых яиц, которые плотным колечком опоясывают однолетние побеги. Снять их бывает сложно, но вот срезать веточку можно всегда. Срезаем в ведро и потом сразу же в костер. Зачищаем, если вы еще не успели покрасить свои деревья, зачищаем кору на расстеленную снизу ткань, пленку для того, чтобы вместе с корой счистить с отмерзшей корой, которая сама отстает, и вредителей, которые прячутся под ней, зимуют от их яйцекладок, и тоже все уничтожить. Этот метод, пожалуй, самый безвредный, самый экологичный и не наносящий ущерба среде. Но бывает так, что прошлый год был удачным, тля хорошенько поработала. Это, кстати, можно заметить по искривленным побегам на грушах, яблонях, на вишнях, черешнях, везде, где она сидела, на смородине. Это значит, что тли у вас было очень много, поэтому обращаем внимание, такие побеги мы укорачиваем, срезаем до нормальной, здоровой, развитой почки, до прямых побегов. А все срезанные верхушки, деформированные, тоже уничтожаем. Таким образом, мы сможем убрать какую-то часть вредителей без использования пестицидов. Но если вредителей все-таки много, и вы видите, что на поверхности побегов есть яйцекладки, что у основания почек есть скопление красных клещей, все это снять вручную просто невозможно. А биометоды сейчас в прохладную погоду просто не работают. Будь это зловредные грибки, которые вызывают болезни у насекомых, или бактерии, для них нужна температура повыше. Сейчас, когда у нас начинается вегетационный сезон, мы в первую очередь применяем агротехнические мероприятия и обработки различными препаратами. Какие препараты сейчас весной можно использовать для защиты нашего сада? Во-первых, те, которые внесены, конечно, в наш госреестр, имеются в доступе. Это Актора, это Эйфория, Биатлин, Шарпей, Фуфанон, Фьюри, Новоктион. Эти препараты при использовании их строго по инструкции способны значительно снизить различных вредителей у нас в саду. Ну и, конечно, для того, чтобы препарат подействовал наиболее эффективно, чтобы он меньше смывался, все-таки у нас нет листвы, которая бы помогла сработать системному препарату, можно добавить немножко в баковую смесь прилипателей. Прилипатели по своей природе – это поверхностно-активные вещества, которые помогают удержаться на поверхности коры действующему веществу, рабочему раствору. Что это может быть? Это может быть как специализированный препарат-прилипатель, который есть в реализации, так и такие доступные всем средства, как зеленое мыло, вообще любое мыло. Это может быть даже крахмальный клейстер, это может быть, некоторые садоводы используют, овсяный отвар, именно сам отвар без кашицы. Это может быть даже сахар. Добавленные эти препараты в небольшом количестве, буквально чайная ложечка, на бак способны намного увеличить прилипательную способность препарата и задержать его на растении как можно дольше, чтобы прилетевшие вредители, попав в зону действия, погибли. Можно также использовать и народные препараты, биологические средства, но они в первую очередь хорошо работают, когда температура высокая, когда вредитель активен. Это различные препараты на основе настоев токсичных ядовитых трав. Это табачная зола, табачные настои. Есть даже табачное мыло, кстати. Это препараты на основе зеленого мыла, кстати, есть даже табачное мыло, дегтярное мыло, которое способны проснувшихся вредителей отпугнуть и частично уничтожить. Но все-таки в начале сезона, когда вредитель начинает активничать, я все-таки посоветовала использовать серьезную химию. А биопрепараты использовать в первую очередь, когда для них создадутся оптимальные условия жизни. Как только воздух прогреется до плюс 15 и выше, обработаете свои растения, у них уже будет листовая поверхность профитом антивредителей. Он содержит в своем составе активные грибки и бактерии, которые, находясь на поверхности листьев, будут заражать насекомых-вредителей болезнями и вызывать их гибель. Таким образом, вы и не повредите своим растениям, и спасете их от нападения насекомых, и сохраните окружающую среду чистой и незагрязненной, потому что биопрепараты не оказывают на нашу природу, на нашу почву, на наш воздух, воду никакого токсичного воздействия. Главное – действовать в тех условиях, когда эти препараты смогут себя активнее всего проявить. Это температура плюс 15-16 и выше. Обработки обязательно проводим в пасмурную погоду, либо под вечер, потому что многие грибки, многие бактерии очень чувствительны к ультрафиолету, им нужно время, ночь на то, чтобы спрятаться, распределиться. И тогда эти препараты будут действовать наиболее активно. Кстати, для того, чтобы классические химические препараты действовали активнее, добавьте немножко в рабочий раствор лимонной кислоты. На 10 литров – это буквально половина чайной ложки. Когда pH раствора опускается ниже 7, его активность возрастает. А защелачивание как раз наоборот. Если мы параллельно используем в качестве прилипателя мыла, они же щелочные, позволит нейтрализовать их и сохранить эффективность действующих веществ на должном уровне. Но это такой маленький лайфхак, которым, кстати, пользуются все агрономы в крупных плодоводческих хозяйствах. Слегка подкисляют рабочие растворы. Ну а для биопрепаратов подкисление не требуется. Они сразу идут уже в том составе, в том состоянии, с тем уровнем pH, чтобы начать работать, как только для этого подойдут хорошие условия. Главное еще обрабатывать биопрепаратами не забывайте регулярно. С тем, чтобы на листьях сформировалась своя микрофлора, которая не будет давать вредителям разбушеваться у вас в саду. И тогда поверьте, и здоровье ваше, и здоровье вашего сада будет намного выше. Ну а если вредителей слишком много, тогда да. Тогда можно на помощь призвать и более серьезную химию. Кстати, уважаемые садоводы, садоводы-огородники, не забывайте. А вырабатывать сады, неважно, рано весной или поздно осенью, с индивидуальными средствами защиты. Перчатки, респиратор, очки и спецодежда. И, конечно, выдерживайте сроки ожидания. Потому что после того, как вы обработали сад, препарат какое-то время еще остается на поверхности, он испаряется в воздух. И этим дышать нам, конечно, не нужно. Самый распространенный период ожидания – это три дня после обработки. То есть вы обработали сад, и дня три не подходите к обработанному дереву. Рядышком можно находиться на соседних грядках где-то, метрах трех-четырех, но находиться под обработанными деревьями не надо. И я всегда советую для дачников, если вы обрабатываете сад, приурочьте эту обработку к концу выходных с тем, чтобы, обработав сад, уехать в город, уехать домой на рабочие будни, а в это время препарат будет работать. Соблюдайте свою технику безопасности, соблюдайте инструкцию, тщательно исследуйте, смотрите на условия, и тогда и препараты будут хорошо работать, и сад будет здоровым. А с вами была Юлия Кондратенок и канал Процветок. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, предлагайте темы, а мы с радостью постараемся сделать все, чтобы ваш сад был здоровым и процветающим. До новых встреч на нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok